Чтобы создать эту программу, мы отобрали лучших из лучших. Им не безразлично будущее. Дискотекам и клубам они предпочитают утренники и хороводы. Они разбираются в гаджетах лучше, чем их родители. Они знают ответы на все вопросы. Это их территория. Их территория. Территория Д. Это когда ты, 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 ты очень этого человека, очень-очень-очень он тебе нравится. Льготы, я думаю, это такая скидка. Подруга, например, вот едет, там девочка. Нет, не девочка, а взрослая тетя. И у нее подруга кондукторша. Вот они такие там, ой, привет, там, привет. Если написано льгот нет, там, ну, как бы не напрашиваясь, все равно не дадут скидку. Колготки лазительные. Я думаю, что это очень плохо. Потому что надо больше все делать, а не меньше. Мне кажется, плохо. Не знаю. Я думаю, это грабеж среди бела дня. Пенсионерам нужно сделать 14 рублей. Только по соцкарте. По соцкарте. Чтобы там показал соцкарту специальный приборчик. Там все. Та-та-та, та-та-та. 14 рублей. И берут 14. Не 40, не 23, не сколько там. Я считаю, что это неправильно. Ведь старики и старушки получают очень мало денег. И поэтому они должны поезжать в метро за короткую цену. Потому что вдруг у какого-нибудь стоячка или старушки не найдется такая стоимость денег, чтобы заплатить на этот проезд. Если ребенок, бабушка платит за него 30 рублей, а за себя она заплатит полную цену. Так ведь неправильно. Поэтому пожилой возраст имеет право ездить на сокращенную цену рублей и доллар в других странах. Сегодня мы побываем в детском саду Вырастайка. Посмотрим на его жизнь изнутри и покажем вам. Утро в детском саду. Начинается с зарядки. Можно? Кто сказал, что детство – беззаботная пора? У детсадовцев, например, весь день расписан по минутам. Если взрослые качают мышцы и поддерживают форму в тренажерных залах и фитнес-клубах, то наши юные герои делают это по-своему. Весело и непринужденно. Мышцы о такой гимнастике, может, и не нарастут. Но хорошее настроение гарантировано. Поздравляем! Молодец! Каждый день прыгаете, скачете. Да. Вам нравится? Да. Да. Ну что, сделали зарядку? Да. Пойдем есть? Да. Пока детвора резвится и разминается, в комнате по соседству творится какая-то невероятная магия. А здесь у нас пищеблок. Пахнет вкусно. Можем войти. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Повар Ирина Николаевна. Вы здесь работаете поваром. Можно спросить, что вы сегодня приготовили детям? На завтрак у нас творожная запеканка. Вкусная? Очень. Хотите попробовать? Только молодой человек у нас без халата нельзя заходить. Давайте. Очень вкусно. Пачки опишешь. Вы повар отмого. Вкусный, сытный завтрак – залог хорошего и бодрого настроения. Глядя на то, как детвора уплетают за обе щеки аппетитную запеканку, сразу понимаешь, откуда у малышней берутся силы, чтобы играть и прыгать целый день. Интересно, чем нынче увлекается молодое поколение? Как выяснилось, у детсадовцев полно серьезных дел и занятий. Когда я ходил в детский садик, такого разнообразия игрушек не было. А сейчас чего только нет. Какие у вас и есть игры? Машинки, доктор, магазин. Я видел, что вы тут готовили, у вас чайник кипел. Да, я знаю. Наша жизнь очень интересна. Век новых технологий не обошел детский сад вырастайка. Дети теперь имеют возможность лепить замки из песка не только в песочнице, но и не выходя из группы. Для этого у них есть специальный экологически чистый песок. И все это увлекательное действие происходит под чутким руководством воспитателей. Наигрались, налепились, пора гулять. На свежем воздухе играется еще веселее. На уютной зеленой площадке все разбредаются по своим интересам. Кто играет в мячик, кто в догонялки, а кто-то лепит пирожки в песочнице. Да, современные дети вам не подарок. Я попробовал себя в роли воспитателя и, скажу вам честно, чувствовал себя не очень комфортно. Попробую узнать, как с этим справляются профессионалы. Воспитатель – это же такая творческая работа. Что-то надо придумать, сделать. Иногда ночью ложишься спать, а у тебя в голове всякие мысли. Что же завтра можно мне придумать? Раз что-то придумала, получилось. Сложно быть воспитателем? Конечно, сложно. Знаешь, эту профессию я выбирала еще с детства. С детства хотели быть воспитателем? Да. У меня весь двор, я весь двор нянчила детей маленьких и играла с ними в школу. Меня даже все во дворе звали Татьяна Ивановна. Ведь говорят, в какие игры играют дети в детстве, такую профессию они выбирают потом. А вам нравится быть воспитателем? Я считаю, что они в своем месте. Да, мне нравится. Будь я немного помоложе, я бы с удовольствием оказался в роли воспитанника этого детского сада. А что, кормят вкусно, развлечений масса, воспитатели добрые и внимательные. Эх, где мои золотые годы? А вот воспитателям за их тяжелый труд я бы выдавал медали. Ведь это не работа, а настоящий экшен. По-моему, пора заканчивать мой репортаж и бежать! Они должны больше трудиться и делать так, как, например, кто-кто-кто специальные такие выводы, которые под землей, как в Москве, чтобы было. Там-там-там-там-там-там вода не выходит туда, она должна быть внизу. Чтобы они хорошо делали, чтобы не было ям. И чтобы все было при... ну, все было хорошо, чтобы все было прямое. Я бы им дала совет укладывать асфальт ровно, потому что, когда мы ездим на машине, мы получаем дискомфорт, когда едем и по кочкам трясемся. Поэтому укладывайте асфальт ровно. Я бы ему посоветовала, чтобы он больше законов принимал, и чтобы он был увереннее. Я бы посоветовала построить больше школ, потому что, вот, когда кто-то идет в школу, ему вот выбор, где ближе к дому. А если нет ближе к дому, то ездить там, например, есть час до школы, ездить очень долго. Поэтому постройте ближе школу к домам. Чтобы было... ну, не было мусора нигде. Не было в реках мусора. Вот и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данная рубрика предназначена для того, чтобы показать вам талантливых людей. И они точно есть здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцы, это... Я от них отвлекаюсь от... Если мне грустно, я отвлекаюсь танцами от грусти. Мне нравится танцем заниматься. Какое у тебя впечатление от того, когда ты танцуешь? Какие у тебя чувства называют то, что ты танцуешь? Ну, радость, восхищение. То, что мы будем выступать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцы, это твоя цель, Витя? Да, обязательно. Почему ты выбрала именно танцы? Ну, потому что у меня хорошо получается. Кто привел тебя в танцы? Мама. Вообще, она хотела меня на фигурное катание отвезти, отдать. Но ничего не вышло. И думает отдать меня на танцы. Вот я и стала ходить, вот уже. А сколько ты занимаешься? Третий год пойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие вы танцы танцуете? Ну, у нас разные. У нас есть и хип-хоп, и джаз, балет. Какие города есть? Сейчас ли вы вообще ездите в соревнованиях? Ну, мы чаще всего выступаем где-нибудь в Секпухове. Либо у нас было такое выступление, мы в Москву ездили. У нас два дня, должно было быть выступление два дня. Вот, один день мы отдохнули, и потом опять ездили в Москву. У тебя есть какая-нибудь мечта? Ну, нет пока. Пока что нет? Пока что нет еще. А ты здесь куда-нибудь? Есть? Да. Куда? В Сочи. Меня приглашали в Сочи, но слишком дорого родители сказали. Я не поехала. У тебя здесь хорошие преподаватели? Тебе нравятся твои преподаватели? Да, очень. Вот Марья Вадимовна прекрасный преподаватель. Ей огромное спасибо, что она меня всему научила. Мне очень нравится, как она танцы придумывает. Ну, а чем тебе нравится ее работа? Ну, то, что она для нас и для всех придумывает очень хорошие танцы. А можешь меня научить хотя бы некоторым элементам? Конечно, если захочешь. Давай. Рука у нас в кулачок связана. И мы сначала попробуем вот так вверх поработать. И вверх прям смотри за ней. Следующее движение мы как-то отдыхаем. Вот так висим. Четыре счета. Раз, два, три, четыре. А потом мы вырастаем. Вот тоже качаемся, только мы вырастаем. Качаемся, только мы вырастаем. Это все. Попробуй. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»